Всем привет! И сейчас я хотел бы провести книжный обзор немножко не на кавказскую тематику и даже не на историческую, а немножко научной популярной литературы по поводу языков вообще. Дело в том, что в Нидерландах, в Голландии есть такой замечательный блогер Гастон Доррен, сам по себе он еще и профессиональный лингвист. И у него есть такой очень большой крутой сайт BabelVavilon, на котором он собирает различную информацию в самых разных языках мира, где можно послушать эти языки, посмотреть слова. То есть такой огромный портал языков мира, который со всего мира люди присылают разную информацию, записывают и вот он их объединяет. И на основе этого сайта сам Гастон Доррен как бы собрал, у него скопилась такая база по языкам Европы. И сам он, поскольку владеет пятью языками европейскими в основном, такими главными, он решил написать книгу такую очень популярную вообще о языках. В частности, он взял Европу для начала и как бы разбил главы, знаете, как не просто разбор сухой фактов, как эти языки построены, грамматика нет. Просто это как бы разные интересные факты вообще о языках, об их особенностях, какие-то их фишки, какие-то, допустим, истории, связанные вообще с развитием языка, с тем фактом, что они, может быть, искусственно созданы были в последнее время, да. Или там, что они там как-то смешивались с другими языками очень сильно. То есть, такое большое, такое большое интересное издание, которое вот, такие занимательные факты о разных языках, в частности, европейского региона. Вот эта книжка, называется Lingva, авторства Гастан Дорена, на русском языке есть. И, в общем-то, ну, действительно очень увлекательное чтиво. Это издательство «Калибри». Вышла эта книжка в 2016 году, в 2018 мы ее издали. Для себя открывать некоторые факты, которые немножко переворачивают вообще ваше такое мнение о языке, о каких-то языках отдельных, с ног на голову, да, буквально. Ну вот, например, она про французский рассказывает, где говорит о том, что французский язык сам по себе, он с письменным настолько сильно разошелся за счет того, что вот эта элита, создавшая официальный французский язык, который пишет до сих пор на нем, она принципиально цепляется за латинскую грамматику, ту еще древнюю, да, и считает это вот престижным. Все остальное считается вообще позорным, да, писать по-другому. И поэтому в французском языке так много вот этих окончаний, которые никак не звучат, да, то есть настолько он разнится устный и письменный. Здесь для нас еще интересный пример острова Мэн. Мэнский язык, который вымер к середине прошлого века, но частью энтузиастов был восстановлен, при поддержке, конечно, государства, которое изменило свою политику, и на сегодняшний день вот на Мэнском разговаривают 2000 человек. Это вот к вопросу о том, что даже умирающий язык может развернуть свою историю вспять. Но есть другой пример, например, ирландский язык, который тоже практически умер, но потом был восстановлен, но восстановлен он был несколько не так, то есть хотели по-хорошему сделать из остатков традиционных деревень, сохранить их, оберечь от внешнего влияния, да, и на основе их ирландский язык вернуть. А получилось, что ирландский стал смешиваться даже в этих деревнях с английским и появился вообще совершенно новый язык, такой ирландо-английский, англо-ирландский, да, который немножко не соответствует тому, что действительно исторически являлся ирландским языком, и это вызывает, как оказалось, споры, то есть на этом языке говорят в городах в Ирландии, а в сельской местности предпочитают еще более старую версию, и настолько они разнятся, эти языки, что они друг друга прям не любят городские и сельские, считают, как бы сельские считают городских какими-то ужасными людьми, которые ужасно коверкают язык совершенно, а эти считают их деревенщины. Ну, в общем, такая история интересная. В общем, рекомендую обратить внимание на эту книгу и с ней ознакомиться. Ну, а как только вы с ней ознакомитесь, то вам наверняка захочется узнать еще больше, поэтому следом рекомендую приобрести вторую книгу Гастена Дорана, которая, как бы, является естественным продолжением первой, называется Вавилон Бабел, и здесь он уже берет 20 языков мира крупнейших, вообще не только Европы, и примерно в том же ключе рассказывают уже о них. Ну, тут, поскольку по количеству носителей много азиатских, поэтому азиатских языков, естественно, много сюда попало в эту книгу. Ну, очень интересный разбор, как по-разному иногда вообще психологически строятся эти языки, как мы по-разному мир понимаем совершенно. Иногда для изучения языка приходится владевать музыкальными имя-то свойствами, певческими такими, либо вообще перестраивать собственное мышление по-новому, определяя вещи в мире. Так, с корейским, например, языком, вьетнамский, который вообще нереально сложный, как оказалось, даже сам автор не потянул. Он признается, что я многие языки из этих пробовал учить, но не потянул. Ну, кстати, русский он тоже не потянул, потому что чрезмерное количество разного рода суффиксов и падежей. В общем, супер-классные книги для тех, кто хочет погрузиться в языки и вопросы, как вообще в мире, как бывает, какое разнообразие этих языков и как они по-разному построены. И, на самом деле, интересно обратить будет внимание, может быть, на построение чего-то такого по Кавказу, потому что Гастон Дорен, он как бы обращает внимание, что на Кавказе много интересных языков, но, поскольку они достаточно мало употребляемы, да, по количеству людей-носителей, поэтому они, ну, большому читателю, такому обширному, они неинтересны, да, то есть, ну, с его точки зрения, коммерческие смотрят, с точки зрения. Ну, я думаю, в России это было бы интересно, на самом деле. В общем, вот такая история. Обе книги, они, значит, вторая книжка, вторая книга у нас вышла в том же издательстве «Калибре», позже, в двадцатом году, это свежая книжка, в общем, там можно покупать, но, в принципе, эти книги доступны даже во всех вот крупных магазинах, типа «Читай город», у нас там крупного есть, так что можно просто прийти в обычный магазин книжный и их приобрести. Ну, на этом пока все, буду еще готовить дальше обзоры читать книжки, ну, и до новых встреч, всем пока!